Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке алгебры. Тема нашего урока – решение текстовых задач с помощью дробно-рациональных уравнений. Сегодня на уроке вы научитесь составлять дробно-рациональные уравнения по условию задачи, анализировать полученные решения и записывать ответы. Но прежде чем перейти к изучению нового материала, предлагаю выполнить следующие упражнения. Определите, какие из данных уравнений являются дробно-рациональными. Ребята, каким правилом вы пользовались для нахождения дробно-рациональных уравнений? Действительно, дробно-рациональным уравнением называется уравнение вида p от x равно 0, где p от x – дробно-рациональное выражение. Вспомним, что дробно-рациональными являются выражения, содержащие перемены в знаменателе дроби. Следовательно, дробно-рациональными будут второе и четвертое выражения, так как в знаменателе каждой из них находится переменная x. Выполним следующее задание. Назовите общие знаменатели дробей, входящих в равнение. Надеюсь, вы успешно справились с этим заданием. Проверьте правильность выполнения. Вспомним алгоритм решения дробно-рациональных уравнений. Первое. Необходимо найти область допустимых значений. Второе. Привести дроби к наименьшему общему знаменателю. Третье. Приравнять числители, записать целое рациональное уравнение. Четвертое. Решить полученное уравнение. Пятое. Исключить из числа корней посторонние корни. Разберем решение задачи. Турист из города Талдукуган планировал попасть на выставку прикладного искусства в городе Алматы. Расстояние между городами 270 километров, но опоздал на автобус на 45 минут. Чтобы успеть вовремя, ему пришлось ехать на такси. Скорость такси на 30 километров в час больше скорости автобуса. С какой скоростью двигались транспортные средства, если в Алматы они прибыли одновременно? Составим математическую модель. Для этого занесем данные задачи в таблицу. Речь в задаче идет о двух транспортных средствах. Следовательно, в первом столбце мы запишем автобус и такси. По горизонтали путь, скорость и время. Из условия задачи нам известно, что расстояние между городами равно 270 километров. Обозначим скорость автобуса за х километров в час. Так как скорость такси на 30 километров в час больше, чем скорость автобуса, то она составит х плюс 30 километров в час. Используя формулу время равно путь, деленное на скорость, мы найдем время, затраченное автобусом. Оно составит 270, деленное на х. А время, затраченное такси, 270, деленное на х плюс 30 часов. Транспортные средства прибыли в Алматы одновременно. Но такси выехало на 45 минут позже. Следовательно, время, затраченное такси, на 45 минут меньше, чем время, затраченное автобуса. Ребята, так как время, затраченное на движение, мы измеряли в часах, то необходимо 45 минут привести в часы. Это будет 3 четвертых часа. Составим дробно-рациональное уравнение. Для этого из большего значения времени вычтем меньшее. Данная разность равна 3 четвертых. Решим данное уравнение следуя алгоритму. Найдем область допустимых значений. х не должно быть равно 0, х не равно минус 30. Приведем дроби, входящие в уравнение, к наименьшему общему знаменателю. 4х умноженное на х плюс 30. Тогда дополнительный множитель к первой дроби 4 умноженное на х плюс 30. Ко второй дроби 4х. И к третьей дроби х умноженное на х плюс 30. Выполним вычитание данной дроби. Приравнивая числители и приведя подобные слагаемые, найдем уравнение. 3х в квадрате плюс 90х минус 32400. Как можем заметить, каждая часть этого уравнения делится на 3. Выполним преобразование. Получим уравнение. х в квадрате плюс 30х минус 10800. Решая это уравнение через дискриминант, найдем корни. х первое равно 90, а х второе равно минус 120. Как видно, найденные кормы полностью удовлетворяют области допустимых значений. Проведем анализ полученного решения. За х мы обозначали скорость автобуса. А значит, значение минус 120 удовлетворяет условию задачи, так как скорость не может быть выражена отрицательным числом. Следовательно, скорость автобуса 90 км в час. По условию сказано, что скорость такси на 30 км в час больше скорости автобуса. Следовательно, 90 плюс 30 равно 120 км в час. Это и есть скорость такси. Запишем ответ. 90 км в час – 120 км в час. Составим алгоритм решения текстовой задачи. Первое. Составление математической модели. Второе. Решение дробно-рационального уравнения. Третье. Анализ полученного решения. Запись ответа на вопрос задачи. Моторная лодка прошла по течению реки 8 км против течения 3 км, затратив на весь путь 0,75 часа. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки равна 2 км в час. Составьте математическую модель по условию задачи. Введите переменную, составьте таблицу по условию задачи. Используя данные таблицы, составьте уравнение. Надеюсь, это задание не вызвало у вас затруднений. Давайте проверим. Обозначим х км в час собственную скорость с лодки. По условию сказано, что путь по течению составлял 8 км, а против течения 3 км. Скорость по течению х плюс 2 км в час, а скорость против течения х минус 2 км в час. Тогда время, затраченное на движение по течению, будет 8 деленное на х плюс 2. А время, затраченное на движение против течения, 3 деленное на х минус 2. Так как на весь путь лодка затратила 0,75 часа, составим дробно-рациональное уравнение. 8 деленное на х плюс 2 плюс 3 деленное на х минус 2 равно 0,75. Оцените себя, используя следующий дескриптор. Решите данное уравнение, используя следующий дескриптор. Надеюсь, у вас все получилось. Давайте проверим. Немного преобразуем правую часть уравнения. То есть 0,75 представим в виде обыкновенной дроби 3 четвертых. И найдем область допустимых значений. х не должно быть равно минус 2, х не равно 2. Приведем дроби к общему знаменателю. Перейдем к квадратному уравнению. И затем, решив квадратное уравнение, найдем его в корне. х первое равно 2 третьих, х второе равно 14. Как видно, оба корня удовлетворяют области допустимых значений. Проверьте себя, используя дескриптор. Выполним еще одно задание. Произведите отбор корней и дайте ответ на вопрос задачи. Напомню, задача заключалась в следующем. Моторная лодка прошла по течению реки 8 километров против течения 3 километра, затратив на весь путь 0,75 часа. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки равна 2 километра часа. Мы нашли корни х1 равное 2 трети, х2 равное 14. Выполните это задание, опираясь на дескриптор. Давайте проверим, что же у вас получилось. За х мы обозначали собственную скорость лодки. х равное 2 третих километра в час не удовлетворяет условию задачи, так как собственная скорость лодки не должна быть меньше скорости течения реки. Следовательно, мы получим ответ. Собственная скорость лодки 14 километров в час. Проверьте себя, опираясь на дескриптор. Для закрепления учебного материала я предлагаю вам выполнить письменно в тетради задание учебника на странице 102 номер 124 первую и вторую задачу. Подведем итог. Сегодня на уроке мы повторили алгоритм решения дробно-рациональных уравнений. Составили математические модели текстовых задач. Проведя анализ решения, ответили на вопросы задач. Общеизвестно высказываю, решение математической задачи можно сравнить со взятием крепости. Надеюсь, что после данного урока решения большинства задач со взятием крепости уже не ассоциируются. Желаю вам удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok